Процесс, который мы наблюдаем, происходит при температурах, когда, значит, ну вы работали при более низких температурах Саша, ну я же об этом в докладе сказал, что у тебя немножко другие условия Когда никель расплавляется, там уже нет этих мелких градусов Там уже вот это объяснение Ну я, да, да, ну ты это возражение уже давал, когда я у Самсоненко выступал Но я и в докладе об этом сказал, ты просто, может быть, не обратил внимания Что, тем не менее, условия дивергенция G равняется нулю не выполняется никогда Не надо никаких при таких низких частотах, при таких простейших Именно частоты гигантские, потому что электрон частотой является время пролета электрона от одного атома до другого Она гигантская Там нет никаких этих... Ну это тебе кажется Если там что-то искрит, то все равно это... Да ничего-то не будет искрить Ничего не будет искрить, а вот именно пролет электрона внутри приведет к тому, что... Ну какие-то 50 Гц обмотано вот это вот... Там не 50 Гц, там 10-15 Гц при пролете электрона Магнитное поле, да, да, там довольно значительное Электрических полей там внутри, ну, нет никаких практических, абсолютно Ну, ты не совсем прав Нет, ну почему? Ну это твоя точка зрения И самое главное, что вы говорите, что вот в наших устройствах, значит, вот никакого копа нет, а есть вот просто ошибочные... Я этого не сказал Я сказал, что основная часть копа делается за счет неправильных... Вот в современных устройствах, и в твоем в том числе Ничего подобного Но это тебе так кажется Мне не кажется Вот Это тебе кажется Ну давайте, это мути Да, ну это дискуссия Это дискуссия Это все, как эти теории, которая... Вот нет никакой численной оценки, действительно В какой степени вот есть ошибка в наших, значит, реакторах? Нет этой оценки Я могу сказать, как ошибка 99% вот таким образом получается И только 1% получается, но он есть Вот что важно За счет других процессов И он именно и позволяет тебе 7,5 месяцев работать Как только ты сожгешь весь водород вот в этих процессах Которые... Сожгешь весь водород в тех процессах, которые всего 1% от энергетики занимают Вот Но за 7,5 месяцев у тебя реакция прекращается Ты сжег весь водород Ты весь водород запустил в бород вежье Вот что произошло Я еще подпустил водород и у меня процесс не возобновился Потому что тебе нужно... Я могу... Ну опять вот дискуссия Я знаю, мы это делали много раз Мы с такой же устой... И мы знаем, как... Надо не подпускать водород А надо подпустить и подождать Пока он сосется И потом... Ладно, Саша Саша, дай человеку сделать доклад Все, все, пусть делает После дела можете дискуссия У нас еще есть время У нас еще 40 минут И на доклад Ну это да Наша точка зрения Наша точка зрения, что 99% на текущий момент это что-то другое Но вот надо обращать внимание на странное излучение И на трансформацию химических элементов Или трансмутацию На странного излучения тоже я бы сказать Тут противоречивые данные есть Мы вот этим излучением Изучением этого излучения занимаемся Серьезно И не только вот детектированием его Но и биологические эксперименты Путем использования Вы там рыбок используете, я знаю, так? Нет, путем использования Значит, подопытного кролика Вот видите, вот он, подопытный кролик сидит Четыре года Четыре года я занимаюсь этими исследованиями И здоровье мое отнюдь не ухудшилось за это время Так же, как и Бажутова Я занимал, и я предал, он не удал Ну да, да Вот жизнь Бажутова только подтверждает мое Но у Бажутова много Он вообще был человек нездоровый Ну да, может быть Может быть Давай, следующий вопрос Пожалуйста Время есть Ну, значит, спасибо за такую дискуссию Ну и точку зрения Александра Я знаю, он ее высказывал Потому что этот, по сути дела, доклад Делался у Самсоненко Примерно Три-четыре-пять месяцев назад Вот новое, совершенно новое И что мы хотели В общем, в основном здесь показать А вот то, что Вот сейчас заняло полчаса Это потому что у Рудскоев выступал И я хотел показать, что кроме идеи О которых он говорит Есть еще идеи, связанные с преобразованием С преобразованием, значит, вот электронных Там орбит, там и так далее О весе вращающихся тел Вот тот же состав Та же лаборатория Дим, следующий Дмитрий Сергеевич Следующий слайд, пожалуйста Вот специально Специально для Значит, вот для Боба Боб, специально для вас Значит, вот В английском Один слайд Значит, вот это Вращающиеся Да, ну вот Все мы знаем, что Гироскопы Гироскопы ведут себя Каким-то странным образом Вот, это ведь Если кто видел Как, значит, ведет себя Гироскоп Который подвешен Который одной Своей опорой Опирается на какую-то Точку И начинает Прецессировать Это же Совершенно Удивительное Явление Просто, ну, оно Оно завораживает Он не падает Он просто вращается Но не падает Ну, имеются формулы Расчетные Почему он не падает Законы сохранения Момента Они приводят к тому Что вроде бы Он не должен упасть Но какие-то Сомнения Все-таки остаются У нормальных людей Вот Следующий слайд Пожалуйста Вот Есть, значит Есть подходы Которые вот Шипов развивает Для описания того Как Почему гироскоп Не падает Вот есть физика Ольховского Некого Значит Вот Она такая Не очень развитая Но там вот Выписаны уравнения Вот они Для Прецессирующего Гироскопа И Решаете уравнение Где R Это есть Реакция Опоры Решаете Два уравнения P Это импульс L Это момент импульса Омега Это частота Прецессии Вот Можно получить Значит Вот соотношение Для Реакции Опоры И там видно Что вот Некоторый Множитель Возникает Он довольно Сложно устроен Если тут Решать Там косинус И какие-то Углов Там использовать Вот И видно Что это Вот меньше Чем МЖ То есть Получается Такая странная вещь Что меньше Чем МЖ Следующий слайд Ну тут вот Некое объяснение Как вот Та формула Выводится Но Пропустим ее Дим Следующий слайд Вот Мы решили Это Дело все проверить Попутно Есть еще Одни были обстоятельства Связанные с этим Дело в том Что мы Занимались Дмитрием Сергеевичем Кстати Вот этими Вопросами Мы стали заниматься После того Как мы решили Что нужно сначала Разобраться Со странным излучением Пока не разобрались Нужно Ты кстати не сидишь Рядом У тебя устройство Я же знаю Как у тебя все работает Ты У тебя устройство В одной комнате А ты в 20 комнатах В стороне Там гигантское У него Гигантское Значит Вот это самое Помещение Там Там бог весь Бог весь Где это все Располагается Поэтому ты не кролик Ты меня извиняй Ну иногда Постоите И потом уходите А мы то рядом сидим Вот Значит И мы Да Мы стали Дим Можно вот Я Мне очень сложно Когда вот дискуссия Какая-то Отвлекающая Извините Такое устройство Мое Значит Вот Мы Знаем У нас есть еще одна работа Она представлена здесь Вот на этих Значит На плакатах И мы ее Не имеем времени Представить Но поинтересуйтесь Супер Потому что вот Леонид Леонид Вот он появился Значит Вот упоминал Что всегда Я понимаю Что ты куришь Вот всегда Посиди Интересно Так посмотри Значит Всегда Вот он сказал Что-то энергия Выделяется Вот мы приводим Пример Как энергия Не выделяется Наоборот Неизвестно Куда Дисипирует Вот И ее И вот у нас там Есть значит Плакат На одном из этих трех Вот мы три плаката подготовили И там об этом говорится Но я эту работу здесь не буду И там очень важным То что это вода А вода Рабочим телом является вода А вода Я вам напомню Это дипольная структура Вообще дипольная Электродинамика Дипольных сред Очень слабо развита Вот Люди почему-то считают Что вот Если есть заряды Монополии Заряды это монополи Так электрический монопол То тогда Значит Что-то такое электрическое происходит А если есть диполь Ну Плевать Это не важно Но на самом деле Написаны прекрасные формулы Диполь тоже генерирует Электрическое поле А двигающийся диполь Генерирует Магнитное поле А есть и магнитное электрическое поле Есть электромагнитное взаимодействие В воде движущейся Черт знает что может происходить И мы это Там значит Показываем Но мы понимали Что Это может Также Как-то повлиять Еще и вот На этот процесс Левитации Значит И вот Это отдельная работа Она очень интересная И мы Ее здесь представляем Мы создали Такой стенд Вот Вот он Выглядит В натуральную величину Смотрите Вот такая рама Значит Сделана из алюминия На ней Вот этот круг Там Трубка с водой Заполненная водой Все это подвешено Вот Вот смотрите Мы здесь Значит Имеем Вращающуюся трубку С водой Вот электромотор Который все это вращает Вот это все на подвесе Вот это Противовес Чтобы это все Уравновесить И вот фиксатор Для того чтобы Это не вращалось Потому что Обращаю внимание Мы там воду вращаем Это важно Потому что я только что Сказал Что вода Дипольная структура С гигантским Дипольным моментом Одним из самых Больших Из природных вещей Но есть Величины Вот нитритбора В частности В котором Дипольный момент В 6000 раз Или в 10 тысяч раз Больше чем у воды Вот Следующий слайд Ну следующий слайд Вы видели следующий слайд Да Нет Предыдущий слайд И мы Там эти эксперименты делали И заметили вот что Что когда Мы начинаем вращать То в первый момент Что-то происходит Какие-то болтанки А потом все успокаивается И все нормально Вот мы Значит Крутится С довольно большой скоростью До Там Где-нибудь 10 тысяч оборотов В минуту Там это мощный Вот И ничего не происходит Эти рычажные весы В нормальном состоянии Но А потом когда Останавливаем Тоже Что-то происходит Но Через некоторое время Все успокаивается И опять все В нормальном Состоянии Следующий слайд Пожалуйста И мы поняли Что нужно Нужно Некоторое Измерительное устройство Поточнее И Приобрели Электронные весы Такие Которые соединены С компьютером И с частотой 5-5-5 раз в секунду Вот 5 измерений в секунду Меряют Меряют вес Вот Вот эти весы Вот пружина Потому что это все Немножко трясется Для того чтобы Эти весы Не испортить Вот подвес Вот опора Вот электромотор Вот здесь Расположен Диэлектрический Мы начали Мы начали С диэлектриков Диск Вращающийся Вот противовес Для того чтобы Эти весы Уравновесить Вот И вот начали Эти эксперименты Где уже Измерения Достаточно Точно делаются И очень Значит Часто Должен сказать Что есть такое Понятие Параметрический Резонанс Это Открыл свое время Капица И он показывает Что вот такие Структуры Они Если начинают Крестись То у них Положение равновесия Может сильно Меняться Но мы Я сейчас не буду На это время терять Но могу Скажу что К нам это не относится Это не имеет отношения К этому Так Вот Следующий слайд Пожалуйста Ну вот он В реальности Вот этот вот Стенд Показан Вот это вот Электродвигатель Вот это вот Чашка С Диском С С воском Вот здесь Опора Некоторые Вот противовес И вот эти вот Электронные весы Там все это на компьютер И записывается Вот какие-то данные С компьютера Мы получаем Следующий слайд Пожалуйста И получилась Такая интересная вещь Мы заметили Что когда мы Пускаемся То вес Резко меняется И когда мы Останавливаемся То вес Резко меняется А когда Мы Все крутится С очень высокой скоростью Толь не спи Очень интересно Так Вот Когда Когда они крутятся Вот посередке Значит Вот это Вот это вот Мы пускаемся Здесь Бум Смотрите Вес меньше Потом через некоторое время Значит Вес возвращается По сути дела На исходную точку Вот это Вес в граммах Вот это Время В секундах И мы это Меряем По 5 раз В секунду Значит Вот этот вес Потом Мы начинаем Останавливаться Бух Наоборот Растет А потом Опять возвращаются Вот эти колебания За счет того Что у нас Там пружина И нам Пришла в голову Мысль о том Что важно Не вращение А важно Изменение Вращения Именно Ускорение Ну вот Ускорение Д омега По ДТ Ведь Ведь вот Сила Которая Действует На На тело Она Как нас Ньютон научил Возникает Только тогда Когда Мы Меняем Скорость Вот И возможно Здесь Такой же Тоже эффект Сила Возникает Изменение Веса В тот момент Когда мы Изменяем Скорость Вращения Тела А когда Уже Все остановилось Если мы Д омега По ДТ Равно Нулю То Никаких Изменений Отличий От Невращающегося Тела Нет Если мы Поменяем Вращение В другую Сторону Вы смотрите Вот рядом Приведено Все В обратную Сторону Вот Здесь Против Часовой Стрелки Мы вращали Там А здесь Наоборот По часовой Начинаем вращать И наоборот Мы начинаем Пускаться Вот Вес Растет Вот Возвращаясь Назад Потом останавливается Он наоборот Падает То есть От направления Изменения Это самое От От Д омега По ДТ То есть Либо оно Увеличивается Либо оно Уменьшается Все это Зависит Прямым образом То есть Не омега А Д омега По ДТ Является важным Следующий слайд Пожалуйста Вот Мы предположили Вот Это экспериментальные Были вещи А там Вот сейчас Начинаются Уже домыслы Мы предположили Что Изменение Вращения Вот Д омега По ДТ Приводит К возникновению Силы Обращаю Внимание Что Это Сила Направлена Вдоль омеги Не поперек Омеги То что мы Привыкли Когда вот Мы гироскоп Поворачиваем А вдоль омеги И для Для того Чтобы все это Было Правильно Согласовано С точки зрения Размерности Вот необходимо Добавить Массу И некоторый Радиус Я Изменение Время Сейчас не буду Об этом Говорить И Некий Коэффициент Мы поставили Пропорциональности Безразмерный А И так Вот такую силу Необходимо Вводить Следующий Слайд Мы предположили Что Вес На самом деле Меняется Добавляется Некое Дельта П Которая есть П0 Исходная Минус Вот такая Вот Штука Значит Которую я Только что Вот О которой Только что Говорил И вот тогда Если П0 Равняется 19,8 грамм Это та вот Чашечка Я вам Показывал ее То тогда Мы все Все знаем Частоты Знаем Скорость Изменения Частот Знаем И так далее То дельта П у нас Получается 12 грамм То есть Вот эта Штука 12 грамм Дает Вот Ну если Там что-то Такое Сопоставить Вот с этой Формулой То получается Что А Примерно Единица Вот Я могу Вам Сказать Такую вещь Вот Дим Дослайк Где фотография Вот этого Самого Стенда Стенда Вот этого Вот Да Смотрите Вот очень интересно Вот это Очень интересно Вот это вот Вот это вот По сути дела Диск Сделанный Из Этого самого Из воска А вот здесь Красное Ну он залит Воск залит В некоторую Пластиковую Крышечку Вот это Красное Это Низ Этой Крышечки И вот Когда мы Начинаем Это все Дело Раскручивать Вот это Вот это Вот эта Восковая крышка Она взлетает Вверх Вот она просто Здесь все закрыто Для того чтобы Нас кто-то не обвинил У вас там воздух Как-то Это самое Вот Климов Первый скажет У вас там воздух Что-то он там Это самое Как-то вам Пропеллер там И так далее Вот все закрыто Крышка Зато все внутри Вот Вот эта Вот эта крышечка Взлетает Просто Вверх Бум Об верхнюю крышку Ударяет Спасибо Иди вот туда Назад Да Назад Вот Мы предположили Да Ну в общем Вот Такую Такую силу Надо вводить Вот эксперимент Об этом говорит Следующий слайд Пожалуйста Мы предположили Что Аналогия Возникла Что если мы будем Ускорять тело То должно возникнуть Вращение Ведь если мы Возникает Ускоренное вращение То возникает Сила Действующая Ну вдоль Этого сам Вдоль омеги А если есть Ускоренное движение То возник Должно возникнуть Вращение Вот И вот так Стенд Он очень простенький Это типа рогатки Такая штука Да Вот И вот здесь Разные Можно Вот здесь вот Значит По проволоке Все это двигается Вот тут какие-то размеры Все мы знаем Эти размеры Силы все можем Померить И меряем И вот Оказывается Что Если мы Вот Вместо вот этого Диска Ставим Ну Ставим диск Из воска То он незначительно Поворачивается Но незначительно Это подтверждено Многократно Это повторяется Это не ошибка Но незначительно Вот всего на 20-30 градусов Вот если мы вот Поворот вот этот Вот здесь На 2 метрах Померим То примерно 20 градусов Вот этот диск Вот так повернется Сюда Вот А если Интересно А если мы сюда Поставим И это мы делали Металл Металлическую Эту самую Вот это Образец Будет сделан из металла И мы будем его разгонять Он повернется Раз Ну не сильно Но Раз 5 На 100 градусов Повернется Очень сильно повернется То есть металлы При таком разгоне Поворачиваются Очень сильно В отличие от воска Итак При раскручивании Воски взлетают Сильно А при вот таком движении Металлы раскручиваются сильно Дим Следующий слайд Таким образом Вот на основании Этого эксперимента Необходимо Ввести Момент Момент Который Вот так вот Необходимо Раскручивающий Который По Исоображению Размерности Можно бы Вот так записать И здесь вот Введен коэффициент Б Некоторый Вот Анализ Анализ Показывает Что Дим Следующий слайд Пожалуйста Анализ показывает Что Для Воскового диска Это коэффициент Примерно 10 минус 3 А для металла Этот коэффициент Б Примерно Единицы Примерно Я говорю Потому что Это все оценки Как бы На самом деле Это же Некая оценочная формула Подгоночная Можно сказать Формула Следующий слайд Тогда мы предположили Что Да Я обращаю внимание Что Ньютон Который Прекрасный закон Написал Мы им пользуемся Уже Значит Сколько Он 1600 Там 40 Там В каком-то году Это сделал Вот Мы им пользуемся До сих пор Он прекрасен Но он Ориентирован На описание Движения точки Вот здесь А вот Есть Сидит Человек Который Значит Твоя фамилия Губарев Который Вот Все Из того Что я говорю Прекрасно Понимает Лучше Может быть Всех Присутствующих Ну исключаем Дима Который Именно этим Занимается Но из Теоретических Соображений Мы случайно С ним Познакомились Случайно Совершенно Но так вот Получилось Что вот Какие-то близкие вещи Так вот Правильные Законы А если тело Не точка Как закон Движения Этого тела Должен выглядеть Если это не точка А если А точек Вообще В природе Не бывает Это Ньютон Точку Предложил Саша Я понимаю Что я уже Перебрал Вам уже Кушать Охота Вот А если Это не точка Как это Все Какой закон Должен быть Ведь точечных Тел вообще Не бывает Что это за закон Который для тел Которых нет В природе Вот Вот мы Предлагаем Вот он так Должен выглядеть То есть К закону Ньютона М Дв По дт Нужно добавить Ту силу Которую Я вам говорил И это есть Реальная сила Действующая Значит На тело А вот Это закон Сохранения момента Вот он так Выглядит То есть Кроме момента Обычного Вот момент Возникает Связанный С изменением Скорости Вот Можно Это Вот эту Пару уравнений Преобразовать И тогда Получится Привычные нам Вот Выразить Вот эти вещи Значит И Скомпоновать Их таким образом Что Получится Привычный нам Закон Второй Ньютона Вот Мдв Пдт Равняется Обычной силе Вот сила Которую Ньютон написал Ну плюс Еще добавочка Связанная с моментом Момент действует Но он Приводит К ускорению И закон Сохранения Момента Есть Обычный Член Связанный С моментом Но есть Еще один Член Связанный С силой Сила Действует Всего Сила Мы ничего Не раскручиваем Но она Приводит К раскручиванию Тела Реального Тела Не Точечного А реального Следующий слайд Ну и мы Значит Вот Уже знаем Что диэлектрики И вот эти Вот Коэффициенты Там Где предыдущий слайд Предыдущий слайд Вот тут Коэффициенты А и Б Это вот те самые Для металлов Это одна величина А для диэлектриков Это другая пара Они меняются Как мы местами Одна очень маленькая Другая большая А для металлов Наоборот Большая и маленькая Следующий слайд Вот И можно сказать Что диэлектрик При ускоренном вращении Возникает заметная Продольная сила Диэлектрик взлетает Летающие тарелки Надо делать из диэлектрик Вот такая Вот такая вот Значит Рекомендация А металлы При ускоренном вращении Сила очень маленькая Поэтому если Тарелку сделать из металла У вас там ничего не получится Но при ускоренном движении У диэлектриков Слабое вращение А при ускоренном движении У металлов Мощное вращение Следующий слайд Пропустим Пропустим Потому что времени нет Вот Были очень интересные результаты В свое время Проведены Он показывал Дима участвовал В этих экспериментах Вот они С пулями Пулями Вот же Типичный эксперимент Ведь пуля из ствола Вылетающая Это нормальный такой объект Вот он летит Так Из гладкоствольного Из гладкоствольного Важно Так Глоскоствольного ствола Вот И там Они замерили А да Я забыл сказать Что Ведь эти вот вращения Они приводят к тому Что возникает Какое-то несоответствие В законе сохранения энергии Вы действуете силой А у вас еще вращение возникает То есть у вас энергия Переходит не только в движение Но и во вращение Энергия как бы Не только МВ квадрат Но еще и М Ну Этот самый G Вот этот момент инерции На омега квадрат пополам То есть Две части Возникают И энергии как бы Может быть больше Чем То что вы хотели И вот они это намерили У них При ударе пули Вот следующий слайд Значит как эксперимент строился Вот эта Глоскоствольная пушка В ней Вот этот вот Этот самый Боб Боб I explained you yesterday About this experiment Значит Ballet Is here After explosion Of Chemical 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 Matter Ballet Going On that way And put Into Eudorate Machine We can Calculate The total Energy Released In this And The Heat Energy Released In this Target Twice Twice More Than Than Kinetic Energy Of Ballet It's Contradiction Это было Получено В этой статье Они не понимали Почему это происходит Это вот Одна из Объяснений Мы можем предложить Следующий слайд Вот здесь Вот такая Вот Приведена Из этой статьи Приведена Приведена фотография Как вот это поле летит Вот это Разное Вот это Время А вот Пуля летит Вот она летит 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 Вот обратите Внимание Вот в этот момент Она такая Гладенькая Это Висмутовая Пуля Это Висмутая Пуля Внимание Она Обратите внимание, как устроена вот эта струя, которая летит за этой пулей. Если понять, что... Как это вращение? Что-что? Вращение-то как? Мы не можем видеть вращение. Мы только видим, что элементы от пули отлетать начинают в стороны. Мы только это можем здесь... Как отсюда следует, что она вращается? Никак. Никак не следует. Это мы просто как демонстрация. Мы то, что это так есть, мы на экспериментах без пуль. Но здесь мы видим подтверждение. Если вы посмотрите, как следует... Если вы чего-то не хотите увидеть, вы не увидите никогда. А если вы хотите увидеть... Если я возьму шар и начну его вращать, и он однородный, невозможно определить, вращается он или нет. Леня, я понял, что это ты. Я думал, что это другой человек. Я понял, что это ты. Отвечаю тебе. Тебе отвечаю. Я эту, значит, физтеховскую манеру, значит, вот, задавать вопросы знаю. Я сам как-то, знаешь, из этой команды. Я, ну, видишь, вращается. Почему вы спрашиваете? Да вот здесь, потому что она гладкая, а вот здесь начали отделяться уже элементы от нее. Это вывод. Вы знаете. Это, 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 это лишь только иллюстрирует, не доказывает, но иллюстрирует. Но если вы посмотрите, как устроен след, след, то вы обратите внимание, что здесь элементы вращения есть. Есть. Если вы посмотрите след вот этот, это же вот следы. Ладно, ладно, подожди, комментируй. Ты, сам, вместо того, чтобы, вместо того, чтобы сразу отвергать, ты сначала попытайся вдуматься. Ты, тебя не было, Лень, тебя не было, когда я, самое, показывал. Это демонстрация, это просто комментарий. Мы, мы просто показываем, что там вот намеренно, действительно, энергия в два раза больше. Это одна из возможностей, объясните. Следующий слайд. Поехали. Следующий слайд. Ну и так, вот мы видим, что надо на двойку умножить, на самом деле, энергию. Следующий слайд. Вот. Ну, это вот я вот говорил о том, что это самое. Да, ну ведь это странно. А вот от-за чего вообще начинает вращаться-то? Ну, как это можно себе представить? Вроде бы действие, вот пусть это, пусть тело не, 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 не точечно. Но почему оно начинает вращаться, если мы начинаем двигаться, его? Вот я сейчас не буду в это, в детали входить. Вот. Но могу сказать, что здесь придется, видимо, в будущем признать, что нас окружает некое вещество, которое имеет момент. И вот взаимодействие этого вещества, которое имеет момент и импульс. Момент импульса и импульс с объектами, которые, ну, большими объектами, материальными, которые мы в этом веществе двигаем, вот приводит к таким странностям. И, кстати, инерциальная сила тоже по этой же причине возникает. Только Мюнштейн, он сказал, есть сила инерции, он сказал, есть сила тяготения. А природы, он их не называл и не собирался этим заниматься. Следующий слайд. Вот. Ну да, вот я об этом сейчас сказал. Следующий слайд. Очень интересно. Мы знаем, есть одно движение, которое вот с ускорением. Это падение. И мы проделали эксперименты. Мы брали, значит, вот тела и бросали их в песок. И смотрели, они должны поворачиваться вроде. Они не поворачиваются. Вот что интересно. И здесь приходится признать, видимо, что сила тяготения и вот эти вот инерциальные члены, они как-то, значит, вот, связаны друг с другом. И они имеют одну и ту же природу. Тогда удается объяснить. Я все время не буду терять на это. Но по нашему мнению, именно то, что падающие тела не поворачиваются, вот, это приводит к выводу о том, что тяготение, природа тяготения, природа инерции одна и та же. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. Ну, тут вот я хотел сказать, что у нас были, ну, они не понимают, они, может быть, не в этом направлении рассуждали, были предшественники. Вот некто Муромцев Владимир Ильич, его уже нету, вот. Но он предполагал, что вот низкоэнергетический нейтрино, здесь море есть низкоэнергетического нейтрино с энергиями порядка, с энергиями порядка покоя. 10-6, 10-5, нейтрино имеет, он, это, вот эти вот соображения его высказаны в 90-е годы, когда еще о том, что нейтрино осциллирует и там есть масса покоя, еще и в помине не было. Но он уже это предполагал. Вот. Никаких данных о энергиях взаимодействия, вот таких низкоэнергетрино, обычно нейтрино это ГЭВы, энергии нейтрино. А тут вот, видите, 10-6, 10-5, F. Вот. Но вот человек предположил это, там уже 30 лет назад, что мы живем в море нейтрино, и, значит, вот вся наша жизнь, она определяется взаимодействием, на самом деле, с этим морем. И вот он декором. Я допускаю, потому что это вообще вещь приходит, приходит почти сразу нам. Вот фотографии этого человека, так. Я просто, ну, считаю, необходимым, необходимо вспомнить о нем, так. Следующая слать, пожалуйста. Вот. Ну, значит, вот я напомню, что нейтрино, предположила существование нейтрино Паули. Ну, там, кстати, была, история развивалась очень похожим образом. Ведь не было, не сохранялся закон сохранения энергии, не выполнял закон сохранения энергии при бета-распаде нейтрона. Давайте в конце времени. Все, я заканчиваю. Осталось буквально 2-3 слайда. Вот. И именно это также вот нас, Дмитрий Сергеевич, двигает к тому, что, возможно, Муромцев прав. Потому что вот то, чем мы занимаемся, это тоже какое-то элементное сохранение. Следующий. Вот. А вообще, а почему мы об этом здесь рассказываем? Вот это интересно. Дело в том, что... Да, вот такой вопрос возникает. Какое? Куль имеет отношение к Лену? Да, да, да. Или весы? Да, да. Имеет. Потому что, если ты внимательно прочитаешь вот эту... Ты вот этот плакатик внимательно читал, как в кинофильме спрашивается. А, в России только к Лену, и не международный. Там, колд нюклер, нюклер я бы в кавычки поставил. Но еще что? Булл Лайтнин. Булл Лайтнин. Вот. И давайте посмотрим. Вот Дмитрий Сергеевич обнаружил, что, значит, вот шаровые молнии, по-видимому, вращаются. Вот фотография типичной шаровой молнии. Вот здесь показано. Вот видно, что эта часть синяя, а вот эта часть красная. Вот это фотография эрозионной частицы. Молодец. Видишь, ты физику учил, так? Физику учил, так, как я вижу. Вот. А вот эта вот частичка эрозионная, типа, или эксперименты типа климовских экспериментов. Вот распад, вот скворцов, это распад, значит, этого самого лазером бьют по мишени. Вот такая фигня вылетает. Вот так она окрашена. Следующий слайд, пожалуйста. Да, да. И эти самые, да, закончу. И вот, ну, доплеры оценки показывают, что вращается поверхность, по крайней мере, с колоссальными скоростями. Скоростями. Порядка 100 тысяч километров в секунду. Следующий слайд, пожалуйста. Вот еще фотографии. Вот видно. Вот эта часть красная, вот эта часть синяя. Red and blue. Обратите внимание, что в шаровых молниях, вот если внимательно присмотреться, есть некоторая осевая какая-то структура. И это еще раз намекает, что она вращается. И более того, если вы повнимательнее посмотрите, то увидите, что вот здесь тоже есть осевая структура, только она наклонена. Таким образом, эти шаровые молнии не вращаются, но вращаются не всегда вертикально, еще как-то по-разному. Сейчас не буду домыслами заниматься, но есть некие соображения. И если вернуться назад, то, а, и Дмитрий Сергеевич обнаружил, что вращение шаровой молнии меняется во времени. Частота вращения. Потому что вот эти фотографии, предыдущие, которые я показывал, они во времени есть. И там заметно, что вот этот вот дисбаланс красное-голубое, он меняется со временем. Это означает, что скорость меняется. И мы возвращаемся к тому, что мы тут писали несколько слайдов выше. То есть, левитация шаровой молнии, возможно, связана с тем, что скорость вращения ее меняется. Следующий слайд. Если кто занимался, если из присутствующих кто-то занимался гидродинамикой, тот знает, что в гидродинамике, даже с учетом навес токса уравнений, не генерируются эти самые турбулентные движения. Если движение было плоским, например, оно плоским и останется. И это знают все гидродинамики. И это один из ключевых моментов непонимания турбуленции. Вот если она есть, то дальше там много чего можно написать о сохранении, о размножении вихрей, переобразовании частот и так далее. А вот откуда изначально она берется? Вот вопрос. И вот если наш подход присоединить, то если у вас есть плоское движение, то обратите внимание, что вот здесь жидкость двигается с минимальной скоростью, а вот здесь с большой. И в пограничном слое есть поперечное движение. То есть, по сути дела, жидкость двигается вот так. То есть, она все время ускоряется. И из плоского движения возникает движение вот в этом направлении. То есть, оно становится трехмерным. А это и есть турбуленция. Следующий слайд. И вот еще поразвлекать вас. Если вы посмотрите, их миллион этих фотографий. Вот как выглядит ножка атомного взрыва. Ну, явно, что все закручено. Это же просто видно невооруженным глазом. Следующий слайд. Ну, собственно, я все сказал. По-видимому, вот происходит нарушение. Вот если среда, если тело, ну, все-таки прочитаю их, это важно. Что если тело, на которое вы действуете силой, имеет конечные размеры, а не точка, то механика Ньютона не работает. А нужно еще добавить момент и этот самый, и дополнительные силы к моменту, и дополнительные силы к импульсу. Что мы и сделали. Эта среда, видимо, имеет электромагнитную природу, так как по-разному эти силы добавляются в диэлектриках и в металлах. Вот. Гравитационное воздействие, по-видимому, имеет тоже природу, потому что гравитация различает и диэлектрики, и металлы. Вот. И шаровая молния, последняя, видимо, левитирует, потому что она... Да, и я здесь могу сказать, Лень, есть еще один повод, почему здесь об этом можно рассказать. Все присутствующие знают, что вот эти частички, о которых какого-то там странного излучения, они оставляют такие вот треки. Вот такие, которые иногда тут называют тракторными треками. Так. Вот если наш подход принять, то если вы тормозить начинаете, то это все начинает закручиваться. То есть закручивание возникает как результат торможения. Тракторный трек есть результат торможения этой частицы. Спасибо. Спасибо. Спасибо за интересные доклады. Вот за что мы ценим Валерия и Диму, что у них смелость мыслей необыкновенная. И вот это просто украшение наших конференций. Спасибо. Давайте вопрос. Да, закончилось время. Вопрос. Вопрос. Досталось Джоулю. Досталось Ньютон. Молодец. Молодец. Ты за... Ты за... Это шутливый или серьезный вопрос? Нет, ну речь же шла, насколько я понял, о нарушении принципа эквивалентности металл и... Подождите, все впереди. Я обещаю. У нас здесь присутствует человек, который теорией гравитации Эйнштейна занимается профессионально, но который... Который пошире... Можно я сделаю маленькое замечание? Я отвечу... С вашего позволения. Евгений, я отвечу на вопрос. Я мог бы этого коснуться, но есть здесь люди, которые этого коснутся более профессионально. Я хочу сказать, что в экспериментах, уважаемого Валентина Николаевича, в первые было преодолено колоссальное поле притяжения великого человека, Исаака Ньютон, его механика. Метаники, материальные и трюльтверные точки. Хочу сказать, что теория относительности реальных систем отсчета... Создание будет... Я думаю, что... Саша, управляет процесс. Динамика, динамика, включающая эти явления. Были получены... Он может полчаса говорить. Я заявляю об этом кратко. Были получены уравнения ориентации ориентинного объекта и обратное уравнение ориентации ориентинного объекта. Которое имеет, конечно, более сложный вид, чем феномалайкишские уравнения... Которое, так сказать, имеет большое, конечно, значение. Вот из обратного уравнения ориентации в разделе динамики ориентинной точки следует прямой вывод, что если ориентированный объект может изменять свою ориентацию... Сейчас кончаем. То есть путем приложения внутренних моментов, не внешних, а внутренних моментов... Поблизости, да? То индуцируется локальное силовое поле, которое действует локальным образом на этот объект. Добавляйте никакой. Евгений Алексеевич, можно я вас прерву, потому что... Евгений Алексеевич, услышите меня, пожалуйста. Можно я вас прерву? Вас не пойму. Давайте вот ваш комментарий отнесем... На раунд тейбл, да. На раунд тейбл, да. На раунд тейбл отнесем. На раунд тейбл вообще не случайным образом был организован. К сожалению... Какой порядок, так сказать? И регламент, вы скажете? К сожалению, время наше истекло... Все наше истекло... Все наше истекло... Все наше истекло... Один вопрос, да? Ну, короткий. Я просто не мог смолчать, когда про шаровую молнию... Я уже молчу там про то, что принцип наименьшего действия... Ты не молчишь, ты говоришь. Да, да, но тем не менее. Про это я не буду спрашивать, что летит принцип наименьшего действия, теорема Ньютер, в общем, вся современная физика. Но про шаровую молнию, тут я вот не мог мимо пройти. А вот вы считаете, что это эффект Докплера, но первое, что нужно рассмотреть, это, возможно, ну, просто матрица... Вот аппарат ведет себя определенным образом. Да, просто аппаратура реагирует определенным образом на быстро движущийся объект. Можно ответить? Вот и все. Да, ну, пожалуйста, да, это же вопрос. В начале, когда она летает, там-то есть разделение цветов. А в конце полета этого уже нет. Оно меняется во времени? Да, но может быть скорость меняется во времени? Может быть, может быть, может быть. Может быть, мы просто знаем, что она летает, и мы знаем, что вращение, изменяющееся вращение, генерирует силу. Вот, что мы хотим сказать. И это надо учитывать. Может быть, это эффект 25-го порядка, но это надо take into account. Ну ладно, дискуссию придется сейчас прервать. Мы можем встретиться в 7 часов на округлом столе. В 7 или чуть позже. В 7 теперь еще. Место, скажи, потому что... Место изменить нельзя, как вчера было, так и при... На втором этаже, вот в лобби, там, значит, вот, где там кресло стоит. Так, ну давай, благодаря вас. Спасибо, спасибо за прекрасный комментарий к моему докладу, что ты меня похвалил. Нас Димой похвалил. Спасибо. 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 Продолжение следует...